Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. Туры по Якутии с этого года начнут продаваться у ведущих туроператоров России. И сегодня в студию мы пригласили автора туристического маршрута «Жемчужина Якутии. Река Синяя» Веру Дмитриевну Несерову. Здравствуйте, Вера Дмитриевна. Пока речь идет только о двух турах. Это удивительная Якутия праздник, гостеприимная Якутия. Но уже сам факт, что эти два тура будут уже в массовой продаже у российских туроператоров, говорит о возрастающем интересе туристов российских, также и зарубежных туристов к нашей республике. Вы в туристическом бизнесе уже, насколько я знаю, лет 15. Скажите, пожалуйста, если сравнить, что было тогда, 15 лет назад, и что сейчас? Ну, в общем-то, за 15 лет, конечно, очень видно сдвиг, можно в положительную тенденцию. Почему? Потому что Министерство предпринимательства и развитие туризма все же внесло очень большой вклад в развитие этой отрасли, потому что именно пропаганда этого вида деятельности и материальная поддержка предпринимателей, которые начинали, в общем-то, работать именно в туризме, конечно, дало свои результаты. Потому что если раньше мы сплавлялись, скажем, по ботами, и можно было проплыть или не встретить ни одного туриста, то вот последние годы там можно даже попасть в такую ситуацию, что ты не найдешь место стоянки. Поэтому в последнее время, конечно, очень заметно. Точно так же и по Амге. По Амге-то раньше тоже мы плыли, сплавлялись когда-то, там очень редко, ну, обычно самостоятельные туристы, организованных было тоже мало. А сейчас очень радует то, что там очень много стало туристических баз, именно мест для отдыха. И поэтому очень радует, что, оказывается, все же народ у нас немножко сдвинулся с этой мертвой точки и уже начинают потихоньку все улусы, какие-то маршруты уже создавать и предоставлять такие виды услуг. Ну, а мы, конечно, в принципе, я никогда не мечтала быть именно, вот, заниматься этим видом деятельности. Все мы дети Советского Союза, да, поэтому все мы прошли, в общем-то, через турчийские слеты, там, какие-то соревнования. Потом в студенческие годы я сплавлялась по Индигирке, по притокам Индигирки, тогда еще был клуб, турчийский клуб Лена по всей республике своей имел, в общем-то, отделение, да. Ну, а потом как-то уже, когда с мужем вернулись, он сам из Далекинска, вернулись мы в Горный Луз, ну, чтобы он не скучал там по своей толпе, олене. Я ему предложила, говорю, у нас есть такая река, синяя, очень хорошая там рыбалка, красивая, и стали мы с ним ездить. Тогда еще, когда дорога была получше, что ли, мы как-то в пятницу уезжали на свою машину, брали малолетних детей, в воскресенье возвращались. Ну, там очень красиво, конечно, кто не был, я вас обязательно советую побывать. Ну, и потом как-то пришла мысль, что вот мы вот эту красоту видим, давай, чтобы, ну, даже вот если взять Горный Луз, там процентов 80, наверное, тех, кто побывал вот на этой реке. Я говорю, ну, нам интересно, красиво, есть же люди, которые тоже хотят это посмотреть. Давай попробуем. Ну, и потихоньку так пошло. Все, летом мы, конечно, организуем сплавы, сейчас на уже, на Амгу, на Боту мы фактически не ходим, потому что просто не успеваем. Потому что лет у нас очень короткое, в основном мы делаем сплаву по сине самой. Ну, а лет у нас очень, что, два месяца. За два месяца можно только пройти, ну, группы 3-4 провести можно, а потом уже лето кончается, поэтому появилась мысль, что-нибудь дальше на зиму найти. Да, вот интересно, у нас обычно, да, все вот туристические продукты, они имеют такой сезонный характер, да? Наши внутренние, потому что летом, а в основном наплыв туристов, зимой как-то поспокойнее. А вот ваш маршрут, он как раз всесезонный такой, и чем он интересен, что вы разработали маршрут зимний-синий. Вот расскажите об этом. Ну, поэтому договорились, встретились с дирекцией парка Ленские столбы, потому что это, в общем, территория уже Ленских столбов, да? Тогда еще работала Куприянова, Любовь Даниловна, и мы с ней подписали договор, и на, ну, сказать, что это большая турщийская база, я, конечно, не могу, это просто небольшая база, даже база сказать ее сложно, потому что это просто домик, где можно разместить 10-12 человек с гаражом, и плюс маленькая избушка, в общем, для проводников. Мы все маршруты с собой начинаем с Якутска, везем, в Бердистяхе мы показываем музей Августины Филипповой, заезжаем в поселок, где тоже музей, если это интересно, вот в группе. Некоторые, потому что изъявляют желание сразу ехать на рыбалку, такие группы тоже есть. Потом там уже привозим на базу, а недалеко, буквально там где-то метров, ну, 500 метров, может, от нашей избушки, там самое рыболовное место, в принципе, любой зимой и летом. И там мы, пожалуйста, для желающих организуем подледную рыбалку, возим на буранах на обзор Синских скал, есть пешая прогулка там, кто хочет, да. Ну, в общем, 2 дня, 3 дня люди очень хорошо отдыхают. Там нет никакой связи абсолютно, ни телефона, ни... Человек отдыхает от информации. И вот сколько у нас было туристов, они наслаждаются именно вот тишиной, общением с природой и то, что они отходят от всей информации. Там нету вот как сейчас весь... Да, скажи, ваши туристы – это жители республики или были гости извне? Ну, на зимнюю рыбалку, конечно, у нас в основном это население республики, в основном город Якутск приезжает к нам. В основном женщины, потому что мужчины, я думаю, что, наверное, они уже вполне достаточно сезонная у них есть и рыбалка, и охота своя, поэтому они как-то не так активно уже ездят. А в основном дети, школьники бывают, родители с детьми бывают. Вы знаете, в общем-то, немаловажно то, как местные жители, готовы ли они доброжелательно принять гостей, готовы ли они помочь им в трудной ситуации, если в этой помощи нуждаются туристы. Вот в этом плане вы какую-то работу с местными жителями проводите? Ну, конечно, потому что у нас, кроме этого, есть еще другие наметки. В этом году, например, мы опробовали такой маршрут, как подледная рыбалка Монха, потому что я считаю, что это, в общем, тоже очень интересно. И даже если взять, наверное, жителей города Якутска, не только, даже вот в Бельгистях сейчас, раньше организации организовывали такую вот подледную рыбалку, раньше совхоз был, скажем, принимают участие все население. А сейчас вот даже в Бельгистяхе, например, сидя попытаться куда-нибудь поехать на эту подледную рыбалку, это надо все же какое-то усилие привести, там с кем-то познакомиться, куда-то ехать, чего-то, потому что в основном сейчас занимаются этим подледной рыбалкой частники. И поэтому, конечно, но наше население, к сожалению, еще не очень подготовлено. Вот я по этому и говорю. Именно к такому, потому что в прошлом году мы пытались это дело сделать, у нас сорвалось, потому что даже вот главы наслеков, они к этому не готовы. И поэтому, чтобы сдвинуть вот именно туризм, внутренний туризм, нам нужно очень много работы провести именно в этом направлении, чтобы местное население, особенно вот на слегах, потому что любой маршрут – это нитка, на которой ты навязываешь бусинки. И каждая бусинка – это, в общем-то, чьи-то услуги. И прежде всего услуги. Да, прежде всего услуги. Это именно чьи-то услуги, какого-то там предпринимателя или еще какого-нибудь там проводника. И поэтому вот именно, чтобы население наше еще не совсем готово к такому. Действительно так. Это, видимо, в нашем менталитете тоже такое. Да, потому что мы немножко… Менталитете ипутского народа, что, в общем… Осторожнее. Да, не сказать, что мы негостеприимные, но вот, в общем-то, просто есть такое мнение, я не знаю, согласитесь ли вы, нет, что жители Якутии, они не умеют принимать гостей вот на должном уровне. Есть такое, действительно. Но все, опять-таки, менталитета, характера. Они даже не сказать, что не умеют, они просто немножко, как сказать, даже осторожные, они воспринимают все очень как-то так настороженно. Это надо просто обучать людей конкретно. Обучать, вот именно предоставлять такие виды услуг. Вот потому что иногда есть такие, можно разработать такие маршруты, где не требуется гостиниц. Можно просто подготовить людей. Потому что сейчас вот в многих населенных пунктах у нас очень во дворах стоят по 2-3 дома. В одном живут, а остальные два дома, например, пустуют. В принципе, если обучить именно людей, вот как-то немножко подготовиться, то эти пустующие дома можно было использовать спокойно под определенный вид услуг тоже. Я вообще на самом деле неправильно выразилась. Может быть, даже кто-то обидится. Не то, что не умеют принять гостей, а какие-то знания все равно нужны, чтобы предоставлять услуги определенного характера услуги. И вот знаете, как вы думаете, в чем главная причина того, что несмотря на красоту природы, на национальный колорит, на нашу вкуснейшую, конечно же, пищу, все равно массовым спросом у туристов, вне республики, Якутия пока, к сожалению, не пользуется? Ну, потому что в какой-то степени у нас очень, конечно, трудные, ну, самые красивые места у нас, в общем-то, труднодоступные. Обязательно там транспортная схема. Если даже вот взять наш маршрут, мы очень зависим от дороги. Вот замело метель, все. Ну, турист, если он особенно приезжает откуда-то за пределы республики, ты же не будешь говорить, вот сегодня метель, извини меня, мы тебя не повезем. Поэтому вот эта вот отдаленность, трудность, именно доступность, транспортная схема. Ну и, конечно, любой турист, в какой-то степени, он все равно хочет немножко сервис. В какой-то степени, хоть у нас, вот, скажем, маршрут, он абсолютно, там, дикий, все же, да? А люди хотят, конечно, они хотят пройтись, потом попасть в более-менее хорошие условия. И действительно, вот каждый турист, выезжая куда-то на новое место, конечно же, он едет зачем, да? Он хочет, ну, прочувствовать вообще такую уникальную атмосферу того места, где он находится, да? Попробовать кухню национальную, да? Купить сувениры. А вот кто создает все эти, ну, так скажем, атмосферные вещи? Ну, мы когда везем своих туристов, мы обычно уже это все предусматриваем немножко. И сувениры где закупить предлагаем заехать, иногда просто за 8, особенно если у нас туристы из-за пределов республики бывает у нас. Центральная Россия приезжает в основном. Но мы тогда уже, да, потому что им интересно все. Они в основном, правда, вот наши, они все же более подготовлены к тому, что здесь очень, как, нет такого комфорта конкретно уже, потому что все это расписывается, что мы плывем, мы на байдарках сажим, доедем на такой-то машине. О комфорте тут говорить не приходится. О комфорте тут по мере возможности мы, конечно, его стараемся как-то создать, да? Ну, это, в общем-то, скажем, ну, такой вот, взял палатку, поставил там все остальное, да? А так, если, конечно, вот более-менее цивильно, то это надо все же по маршруту, наверное, ставить вот даже летние такие, потому что лагеря, да? Чтобы ты приехал к месту точки, у тебя уже стоит место, где палатку поставить там, где туалет нормальный, все-все-все. Ну, какие-то элементарные условия. Да, какие-то элементарные условия, да, не голый берег. Ну, тогда потом, конечно, я понимаю, что осенью, весной это все там вода, и все это потом это все убирается, опять устанавливается. Спасибо. Мне кажется, такие вещи они были. Я благодарю вас за это интервью, спасибо. Еще раз напомню, что гостем в студии была Вера Дмитриевна Несерова, автор туристического маршрута «Зимняя-синяя». На этом мы заканчиваем. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»